Булавки, игрушки, монеты, магниты, заколки, серьги и кольца, батарейки. Эти маленькие и не очень маленькие детали самые юные берестейцы пробуют и на ощупь, и на вкус. Каждый год количество таких пациентов исчисляется сотнями. К сожалению, порой родительская невнимательность обходится непонимающему ребенку дорого. Самое грозное наше инородное тело – это батарейки. Они, имея электрический заряд при попадании, при контакте с телом человека, вызывают ожог, который может закончиться очень трагично. Прожигаются ткани внутри внутренних органов и возникает море осложнений, вплоть до летального исхода. Если речь идет о предметах, застрявших в ушных проходах или на суток, как правило, по этому профилю работают лор-врачи. Благодаря имеющемуся сегодня на вооружении современному оснащению, медики могут оперативно провести качественную диагностику и определить, где же на самом деле находится источник проблемы, и уже после его безопасно извлечь. На первом месте, наверное, орехи стоят у нас, потом кусочки пищи, яблоки. Последнее, что мы доставали, это был арахис. Потом, больше у старших детей есть то, что мы доставали, это, например, иголки, которые канцелярские, когда дети, скажем, во рту их не играются. Потом колпачки от авторучек, которые дети опять-таки во время школы, потом он отдыхает, и он становится в одном из бронхов. Оттягивать с походом к врачу в любом случае медики не рекомендуют. Бывает так, что только опытный специалист может дать правильное заключение и помочь с проблемой. Поэтому даже если родители уверены в качестве направленной самостоятельной манипуляции, на консультацию к доктору все же лучше попасть. А если самому помочь малышу не удается, то здесь отсчет уже идет на минуты. Состояние, которое возникает, когда ребенок вдыхает инородное тело, это состояние, обожающее жизнь. И ребенок сразу уходит, скажем, с пленого отделения в отделение реанимации и находится под наблюдением врача-реаниматолога. Мы уже непосредственно оказываем помощь, чтобы удалить это инородное тело из дыхательных путей. Сейчас есть компьютерная томография, как мы можем сделать исследование, и диагноз нам поставят наши коллеги. Врачи еще раз напоминают, лучший учитель – это не собственный опыт, по крайней мере, если речь идет о здоровье и жизни маленького ребенка. Лучше предупредить проблему, чем после справляться с ее неудачными последствиями.